Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Бэрон хватает Дилан за подбородок и поднимает ее голову, чтобы посмотреть мне в глаза. В этот момент приближается машина, и госпожа Сабиха выходит из нее. Бэрон и Дилан удивленно переглядываются, увидев его. Дилану становится очень не по себе, и он спрашивает Барана Сабиху, что привело тебя сюда. Госпожа Сабиха также говорит, что приходите скорее выздоравливать. Затем, когда я спрашиваю Дилана, почему он не отвечает на его звонки, когда он говорит, что слишком занят, госпожа Сабиха завершает тему, говоря, что, конечно, ты не мог думать обо мне, когда был так занят своими делами. Работа. Пока происходит этот разговор, госпожа Азади приходит, приветствует Гэжу Сабиху и приглашает ее войти. Гостьей, приглашенной на ужин, является Сабиха Ханэм. Когда Бэрон спросил, откуда это взялось, госпожа Азади объяснила, что это был ужин в знак благодарности за столь большую помощь в больнице. Он спасает Цеврии Мельтем от сбития машины. Госпожа Мельтем пытается заставить себя пожалеть Цеврии, говоря, что она не оставила дочь там, где она была. Дилану крайне неудобно сидеть за одним столом с госпожой Сабихой, и Бэрон ощущает этот дискомфорт. Господин Кудрет, госпожа Азади и господин Хасан выражают свою благодарность Гэжу Сабихе за большую заботу о баране. Дилан очень ценна для меня, поэтому я должна заботиться о ее муже, его семья, как моя семья. Когда Гуль проливает воду на Гэжу Сабиху во время обслуживания, госпожа Сабиха просит Дилана помочь с уборкой в раковине. Цеврия приходит домой и впечатлена словами Гэжи Мельтем. Он рассказывает домашним, что было сказано, и просит у них прощения. Джентльмены джевдит и сеет говорят, что то, что они говорят, может быть ложью, и поэтому им следует провести расследование. Джевдит говорит, что если это правда, учреждение может забрать его у нас и передать его собственной матери. Дилан злится на даму Сабиху, спрашивая, почему ты пришел сюда и с каким лицом ты можешь прийти сюда. Госпожа Сабиха объясняет, должна ли я спросить вас. Госпожа Азади пригласила меня сюда. Когда Дилан и Сабиха выходили из ванной, Гэжи Азади стала любопытна, и она подошла к ним. Хавен, телохранитель Сабихи Ханэм, ждет в саду. Он внимательно осматривается и пытается узнать, что находится в особняке. Госпожа Азади говорит Гэжи Сабихе, что наша дверь отныне всегда открыта, и что вы должны считать нас частью своей семьи. Затем она говорит, вы потеряли своего супруга, мои соболезнования. Он говорит, что госпожа Сабиха была очень хорошей женой и всегда делала меня счастливым. Тем временем звонит телефон Джихана, и это звонят охранники. Когда Хавен говорит ему, куда он хочет пойти, Джихан злится и просит его направить его в особняк. Когда Бэрон спрашивает, что-то не так, мисс Хавен отвечает, что они направят ее к особняку, затерянному в саду. Они идут в палату, используя в качестве оправдания время приема Дилана Барана. Когда Дилан говорит, что тебе следует отдохнуть, потому что она не хочет, чтобы Баран спускался вниз, Баран спрашивает, почему ты не хочешь, чтобы я спускался вниз. Дилан отвечает, тебе просто нужно отдохнуть. Когда Баран не верит и спрашивает, почему он не хочет, чтобы я находился в одном окружении с госпожой Сабихой, Дилан дает уклончивые ответы и убегает из комнаты. Когда госпожа Азади спрашивает Гэжу Сабиху, вы так молоды, вы когда-нибудь думали о замужестве, господин Хасан берет себя в руки. Господин Кудрет и моя мама закрывают тему, чтобы вы не задавали таких частных вопросов. Тем временем Баран и Дилан снова садятся за стол. Когда госпожа Сабиха спрашивает, все ли в порядке, Баран и Дилан отвечают, да, проблем нет. Госпожа Азади говорит, что мой внук Лев все еще здоров, хотя он сильно ранен, но я не успокоюсь, пока не найду того, кто сделал это с моим внуком. Госпожа Сабиха спрашивает, не найдена ли истина еще. Баран говорит, что уже слишком поздно закрывать этот вопрос. Джихан не мог бы ты встать пораньше. Когда дело доходит до изучения медицины Джиханом, госпожа Сабиха сразу же приглашает Джихана пройти стажировку в больнице. Дилан не хочет, чтобы кто-либо из его семьи имел отношение с Сабихой, и Аман прекращает их, говоря, что у него не будет на нее времени в первый год. Джихан соглашается с Диланом и завершает тему словами, это мой первый год, спасибо. Когда госпожа Азади говорит, что вы с Диланом за короткое время очень сблизились, я почти могла позвонить ее матери и дочери, госпожа Сабиха говорит, когда я нашла Дилана, он был в очень плохом состоянии, я позаботилась о нем. Ему точка. Господин Кудрет, да благословит вас Господь, Дилан, мы самые дорогие, их любовь даже положила конец кровной мести, в нашем с ним доме взошло солнце, лишь бы вы всегда оставались такими влюбленными, говорит он. Дилан думает Сабихе, что наша любовь преодолеет твою ненависть, ты не сможешь разлучить меня с бараном. Госпожа Цеврей Мельтем звонит их матери, чтобы провести расследование, и очень расстроена. Когда госпожа Сабиха благодарит за приглашение, господин Хасан говорит, что нам всегда рады. В этот момент приходит Хавин и звонит Сабихе Ханем, чтобы сообщить ей что-то срочное. Хавин заметила дефект на заднем дворе и вокруг нее стоит охрана, Тургут сообщает ей, что он определенно там. Когда Сабиха говорит Дилану, не волнуйся, я пойду, он говорит, что ты уже опоздал. Дилан сообщает Дилану, что вы с бараном в очень хороших отношениях, я же говорил вам, что баран перестанет на вас надеяться и что на заднем складе держит мужчину и просит его вытащить его оттуда. Когда Дилан говорит, что не может этого сделать, Сабиха угрожает ему, говоря, хорошо, тогда я завершу свою незавершенную работу. Кирем объясняет, что Хавин пошла в ту сторону склада, но охранники не подпустили ее. Баран говорит Гэже Сабихе, что, возможно, мы смотрим на это не с той стороны, и хотя Кирем говорит, что мы ведем расследование уже месяц и ничего не можем найти, баран с подозрением относится к Сабихе. Дилан говорит Кирему, что когда он видит Сабиху, его отношения сильно меняются. Когда госпожа Сабиха уходит, Дилан просит разрешения пойти в ее комнату. Пока господин Сабиха провожает господина Хасана, он спрашивает, может ли он что-нибудь сделать, но госпожа Сабиха этого не хочет, он говорит, что вы упустили свой шанс, и уходит. Господин Кудрет, госпожа Азади и баран сидят в гостиной. Затем, когда господин Кудрет уходит в свою комнату, он злится на Гэжу Барана Азади и спрашивает, почему вы позвонили Сабихе, оставьте это дело в покое и идет в свою комнату. Пока Дилан думает о просьбе Сабихи убрать мужчину и думает о том, как избавиться от Сабихи, в комнату заходит баран и спрашивает, о чем вы говорили с Сабихой Ханэм. Дилан вообще этого не говорит, но когда Бэрон спрашивает, почему ты тогда плачешь, он кричит, разве это запрещено? Отведи от меня взгляд и не надейся на нас. Когда Бэрон просит его повторить это еще раз, он заставляет Дилана лечь на кровать, и они встречаются лицом к лицу. Сабиха злится, держа в руке фотографию, и спрашивает, как вы оба так полюбили друг друга. Когда Дилан подходит к барану в постели, чтобы поцеловать его, он думает, что однажды он все расскажет, и когда он говорит Брану, что хватит, мне больше не нужно тебя убеждать, он встает из барна и выходит из комнаты. Он тихо плачет в саду. На кухне Феррат приближается к Гуль, пока ее глаза закрыты, и когда он собирается погладить ее волосы, Гуль замечает его. Внезапно она пугается, и когда Феррат хочет подойти к ней, Гуль говорит, не делай этого со мной, пока я пытаюсь разлюбить тебя, я запрещаю тебе, не делай этого, держись подальше. Феррат смотрит ей в глаза и выходит из кухни. Барн входит в комнату с амбициями и злится, потому что однажды ты встанешь на колени у моих ног, чтобы я мог тебя простить. Ради тебя я отвел своего отца к ногам человека, который убил его жену, я отвел его на могилу своей матери, его коснулась рука дочери-убийцы, ты извинишься за все это, потому что я назвал тебя своим шестом звезда. Он говорит, что ты попросишь прощения за них всех, потому что ты поглотил мое милосердие, которое я ношу в своем сердце, но он говорит мысленно, давай, Дилан, скажи ему, что любишь его, и выходит из комнаты. Дилан говорит Сабихе Ханым, что она больше не будет тебе кланяться. Пока Берон и Дилан спят, Дилан просыпается и наблюдает за бараном. В Цеврии приходят новости о том, что все, что сказала госпожа Мельтем, правда, и они думают, что теперь делать с Джевдетом. Тем временем госпожа Мельтем стучится в дверь. Пока госпожа Сабиха доставала одежду из своего гардероба, Дилан приставил нож к горлу Гэжи Сабихи. Госпожа Сабиха отвечает, мы знаем, что ты не можешь этого сделать, что ты говоришь. Я убиваю свою любовь из-за тебя. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok